В Казахстане намереваются возродить утраченную отрасль каракулеводства. Достижения казахстанских ученых с полным основанием можно назвать революционными, так как они не только меняют структуру хозяйствования, но и дают новую жизнь умирающей отрасли, открывая широкие перспективы дальнейшего развития каракулеводства. Численность каракулевых овец к 90-м годам прошлого столетия превышала 6 миллионов голов, а производство каракуля – 2,5 миллиона шкурок. В министерстве дали задание на возрождение каракулеводства. Я был в Казахстане, там насчитывается 42 тысячи голов каракулевых овец чистой породы, хотя в отчете они дают 1 миллион. В Жамбыле осталось всего три хозяйства. Доктор сельскохозяйственных наук с болью наблюдал, как рушатся некогда крепкие хозяйства, занимавшиеся производством овец каракулевой породы с мужкового типа. Шемкенский каракулевый завод, являющийся одним из трех предприятий бывшего Союза, поставлявших цветной каракуль на мировые меховые аукционы, приказал долго жить. И вот теперь предпринимателям предлагается очередной крутой поворот – заняться разведением каракулевых овец специальной породы. «Сейчас занимаюсь отбором и черные и синие окраски овец. Мы хотим получить каракулевых овец с насыщенной синей окраской. Это долгосрочный проект. Есть поддержка государства. Думаем возродить былую славу каракулеводства». Практическое решение, поставленное перед учеными и животноводными задач, позволит на практике получить высокосортный каракуль и насытить внутренний и внешний рынок конкурентоспособной продукцией. Так что недалек тот день, когда наши модницы будут чеголять каракулевых манто, а силовые структуры сошьют новые папахи из казахстанского каракуля.